Дело Магнитского. Дело Сергея Магнитского. Скажу честно, я об этом деле знала только по фамилии. Что за дело Магнитского, как-то я не вникала, невозможно во всё вникнуть. А сегодня вдруг мне попался материал, я прочитала, и первое ощущение было, что такого быть не может. Дорогие мои, такое может быть. Я буду рассматривать матрицу судьбы Сергея Магнитского. Искренне приношу извинения родным и близким. Пожалуйста, не осуждайте меня. Храни вас Бог. Итак, Сергей Магнитский. Что это за человек? Что им двигало? И что явилось причиной ухода из его жизни? Скажу сразу, это уникальная личность. Это великий человек по уму, по своей жизни. И жизнь свою прожил он не зря. Он умел и мог управлять силами природы. Ему дано было слишком много. И слишком много с него требовалось. Он даже родился в день, когда пробуждаются силы природы. И в трудных ситуациях на него, как бы сказать правильно, могла снизойти именно эта сила. И в нём невольно происходила или же пробуждалась огромная сила. Но есть одно но, и я уверена, что употребить эту силу, то есть пользоваться этой силой, он ещё не мог, не умел, потому что ему было где-то только 37 лет. Сразу же скажу, по ходу буду использовать все свои знания, что 37-й год – это самый опасный год. И неважно, что ты отметил 37 лет, и как бы можно вздохнуть. Пока человек дойдёт до 38-го года рождения, его поджидает слишком много подводных камней, слишком много опасностей. Ещё, дорогие мои, день, в который он родился, этот день называется «Медведь», который карает насильников и садистов. Что касается медицинского влияния, то этот день часто приносит исцеление, но может дать трудно излечимую, полную страданий, болезнь. Человек высокоморальный, в то же время несколько неуклюжий, имеет большую силу, некая грубость, добряка могла быть ему присуща. Этот человек умный, честный, это тот человек, которого люди ждали, то есть именно его душу, его человека и его душу, человек, он не может быть отдельно, а здесь основная составляющая всё-таки душа. Сергей Магницкий – это человек, чья поэтическая душа преисполнена гармонией, истинной религиозностью. Его устремлениям можно помешать, но не подавить эти стремления. Он один из тех, кому мир и добрая воля дороже, нежели просто слова. Молитвы его, именно Сергея Магницкого, могли быть бескорыстны, глубоки и искренни. То есть это человек, который пришёл в мир уже освещённым. Матрица указывает на то, что ему предназначен тяжёлый путь в области реализации, то есть работы. Для него достаточно тяжёлым испытанием по судьбе была открытость, беспечность. И в то же время рядышком вместе с этим шли потери, вечные по жизни перемены. И результатом этого всего явилась тяжёлая расплата в жизни. Его использовали, его предавали и постоянно обманывали. Хочется отметить, что существовала опасность полётов и даже дальних перелётов, то есть куда-то далеко лететь ему было запрещено судьбой. Сергей Магницкий не боялся препятствий, действовал почти вслепую, без прикрытия тылов, слишком был устремлён вперёд, подставляя свою грудь под удар. Это был порыв, опрокидывающий всё на своём пути, то есть человек по энергетике был таков. Большое будущее ему должно было быть обеспечено. О потерях он никогда не задумывался и не задумывался бы о них даже в старости, если бы не был прямолинейным. Ему не хватало терпения на какие-то окольные пути, а он предпочитал идти напрямую, то есть говорил, делал, поступал так, как должно быть. Человек, охотно идущий навстречу трудностям, часто считал, что жизнь надо брать с бою, ни от кого не завися, ни на кого не надеясь, только на свои силы, интеллект и смелость. Он верил в абсолютную честность, хранил верность себе, своим взглядом, убеждением, даже если оставался в одиночестве в результате каких-то ситуаций. Ну, одну из ситуаций мы знаем. Человек честный, принципиальный, желание быть самим собой. Кстати, он не сочувствовал слабостям характера других людей, превыше всего ценил свободу. Сергей Магницкий – это человек, которому улыбается слава, об этом говорит «Матрица судьбы». Это человек, который достоин получить ее благоволение. У него было чувство собственного достоинства. Он будет так или иначе пользоваться все-таки уважением, которое придет к нему после многих усилий, разочарований и даже некого периода безвестности или же безызвестности. Это человек, который бросает вызов общественному мнению, может портить даже со всеми отношения, может даже ссориться. На этом наживать может много врагов и открытых противников. «Матрица судьбы» говорит о том, что существует опасность или же вдовства, или же потери семьи и дома, или же осуждение общества, а также тюрьмы. Мы видим, что есть тюрьма, через которую он теряет семью, дом, осуждение обществом. Я думаю, что этого точно нет. Личных отношений, брака, семьи я не буду касаться, но немножечко буквально скажу, что «Матрица» указывает на то, что родственники могли бы или же порекомендовали, или же познакомили его с его женой. Что касается карьеры, то, конечно же, здесь идет указание на разочарование, на одиночество, на некий пессимизм. В жизни у него много и вечные перемены, сомнения. Он может нарваться на конфликт, и существует опасность падения с высоты. Имеется в виду не с моста, не то, что летать нельзя, и на таких поверхностях надо быть осторожным, но имеется в виду еще падение с высоты карьерного роста, то есть куда он взобрался. А мы знаем, что он был хорошим специалистом. Человек талантлив. Главное его качество – это решительность, говорит то, что думает, работает целеустремленно и продуктивно, свои идеи притворяет в жизнь, он хорошо делал свое дело, и самое главное, что умеет понятно изложить свою точку зрения. «Матрица» указывает на то, что у него был дисциплинированный ум, организационный талант, особенно в профессиональных делах, решения были осторожны, рассудительны, с него получился бы хороший оратор, писатель, учитель, человек точный, дисциплинированный. Это все распространялось на здоровье и гигиену. Талант в математике и вообще в науках. Ну и, наверное, я, пожалуй, нашла уже то, что необходимо, потому что «Матрица» указывает на человека мягкого, романтичного, который столкнется со многими проблемами, тревогами, превратностями судьбы и несбывшимися надеждами. Но он это все примет лицом к лицу, так как не способен опуститься до подлости ради комфортного существования. Несколько позже в жизни этого человека обязательно наступит счастливый период, и он навсегда покинет суетливый мир. Я бы о нем сказала, что это мистик, это адепт, собирающийся спасти человечество. Это можно отнести и к профессиональному направлению. И скорее это так, потому что есть указания на то, что у него друзья, на которых нельзя положиться, которые могут подставить, обмануть. Очень много предательства. Очень много предательства. Друзья – это больше мнимые. Ему никто не помогает, и он находится в беззащитном положении. Ну, друзья его просто предают. Простите меня, но это так. Тем не менее, он каким-то образом выкарабкивается из ситуации, но в жизни ему необходимо поменять место жительства. Стоп, стоп, дорогие мои. Но это касается только, если он не попадает в тюрьму или же в ссылку. Ему просто надо было уехать куда-то. Если бы он не дожидался ареста, а просто уехал из страны, он бы остался жив. Но, к сожалению, это была бы одинокая старость и болезнь. Это кармическая ситуация. Причем кармическая ситуация как для него, для его окружения и для страны в целом, для общества. Человек чистый, человек уверенный в своей силе, человек, чувствующий себя посланником судьбы особого кармического задания, которое ему надлежало выполнить. Я уверена, что многие из вас, дорогие мои, те, кто смотрит этот материал, тоже очень часто думают над тем, что я же ради чего-то в этот мир пришел, что-то я должен сделать. Точно так же он был уверен в том, что он делал. Кстати, он прав по поводу того, что нарушения были со стороны правоохранительных органов. Там что-то было с налогами. Воровали люди, воровали. Немножечко коснусь семьи. Скорее всего, что кто-то из его родителей был особой личностью. И, кроме того, у него, если были близкие друзья, то он их как бы усыновлял. То есть они могли быть или могли себя чувствовать как члены семьи. Он помогал, опекал этих друзей. Опасность для него составляет, составляют некие химические элементы, соединения. И матрица предупреждает, даже кричит об опасности именно от кислоты и каких-то химических, я не знаю, каких-то, что может быть химическое. Это может быть таблетки, может быть еще что-то, а также тюрьмы. Жизнь ставит перед ним или же поставила перед ним задачи и программы, которые выделили его из той среды, в которой он находился. Ну, а в данной ситуации я бы сказала, что вообще судьба его подняла над всем человечеством, в крайнем случае над народом России точно, потому что он стал известен именно благодаря всему тому, что с ним произошло. Но подняв его на этот уровень, судьба вырвала его от дома, семьи и даже почему-то от родины. Он должен был отдавать накопленный опыт, прокладывать некие новые пути развития. Он – это человек, который за все прошлые жизни накопил большой потенциал. И ему было, чем поделиться с другими. Он знал, как можно преобразить жизнь к лучшему. Поэтому судьба его толкала к активным действиям. В силу своего характера он не любил окольных путей, то есть он шел по прямой, как говорится, говорил все, что думает. Если бы он пошел обходными путями, то он бы оказался без корней, без фундамента. Ну, корни, возможно, дети. Я не знаю, есть у него дети или нет. Напишите, пожалуйста. Его программа у Матрицы – это максимальное проявление своего потенциала, не углубление в корни самой ситуации, то есть что где-то что-то там прогнило наверху, а путь к яркому раскрытию своей индивидуальности. Даже если бы он из-за своей скромности или же пренебрежения к карьерным вопросам захотел бы остаться в тени, судьба его все равно бы вытолкала на поверхность, не в той или в иной ситуации. Его бы все равно судьба выделила из той среды, в которой он находился, то есть из общества. Она бы его вырвала от этой привычной обстановки, ставя перед ним цели, которые необходимо ему достичь. Основную проблему по Матрице Судьбы составляли партнеры, друзья, ну и, конечно же, тюрьма или же психбольница. Что касается он мог остаться без корней и без фундамента, это, скорее всего, наследники, ну а фундамент, это может быть как личный дом, строительство дома, может, квартиры, но здесь может быть и родина. Что касается того, что с ним произошло, то жизнь свою он закончил в тюрьме, и Матрица указывает на отравление химическими какими-то элементами. В свете нового закона для прессы я предполагаю, что это произошло убийство. Дорогие друзья, приношу извинения записк на фоне материала. У меня щенок, ему полгода, он просто играет с игрушкой. Также обращаю ваше внимание на то, что вы можете заказать анализ Матрицы своей судьбы, своих близких людей, детей, а также астрологические прогнозы, анализ натальной карты. С вами была я, Зоя Клемюк. Берегите себя и тех, кто с вами рядом. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok